Максим, мы с вами сидим в Бельгии. Это очень маленькая страна, 300 километров из конца в конец. И мы говорим о городе Антверпене как о бриллиантовой столице мира. А как так получается? Почему Антверпен выступает как узкое место в песочных часах, через которое проходит тонкой струйкой практически вся мировая торговля алмазами? Кто главные игроки и как так получается? Наверное, нужно понимать, что основное количество всех алмазов на рынок поступает от четырех фирм. Это Алроса, это 20% по объему и 25% по стоимости алмазов. Из России приходят очень хорошие алмазы и в России есть хорошие огранщики. Эти камни проходят через Антверпен, частично возвращаются назад в Россию. Многие, естественно, остаются здесь. Это Дебирс, про который все слышали. Дебирс занимается только, впрочем, как и Алроса, только алмазами. Это прежде всего алмазы Южной Африки. Кстати, ведь Алроса теперь тоже в Африке принимает участие в добыче в некоторых странах. Есть еще две крупные компании, которые вообще добывают разные полезные ископаемые, в том числе алмазы. Фирма Билтон, как Билл Клинтон, легко запомните. Совершенно не связано с Биллом Клинтоном, просто мнемоническое правило. И Рио Кинто. Рио Кинто – это очень интересная фирма. Это единственное, кто контролирует место добычи и место огранки бриллианта. То есть только они могут сказать, где добыли, где огранили. Все остальные, когда утверждают, что это алмаз из Якутии или из Южной Африки. Или, на самом деле, вы же понимаете, теперь, в частности, Билтон добывает очень много в Канаде. Это маркетинговый ход. По ограненному камню невозможно определить, где его добыли. По партии неограненных камней нередко можно сделать предположение. Это может сделать только специалист. И так вот эти четыре фирмы добывают, в силу тех причин, о которых мы говорили, отправляют в Антверпен. Затем это идет на огранку, снова возвращается в Антверпен. Отсюда большими или меньшими партиями покупается и государствами, и фирмами, в том числе мировыми брендами, и большими или меньшими перекупщиками, продавцами. Кстати, нужно понимать, что мы сейчас в 2021 году, и ситуация изменилась. Точно так же, как многие бытовые товары покупаются не в магазине теперь, а в интернете. Алиэкспресс, например, не обсуждая, хорошо это или плохо, это реалии нашего времени. Так и в последние 15, наверное, лет очень выросло внимание значение группы Рапопорт. Изначально Мартин Рапопорт, уроженец, естественно, Антверпен, теперь живущий в Нью-Йорке, издавал лист Рапопорта, это розничные цены, в зависимости от размера, частоты и цвета бриллианта. На этот лист ориентируются все достойные продавцы рынка. На круглые он печатается раз в неделю, на фантазийные формы раз в две недели. А последние годы появилась система Рапнет. Объединены очень многие оптовики в профессиональную систему, и они выставляют камни не только на бирже, но и в интернете. Вот в этой системе Рапнет. Они могут и купить, и продать камни между собой. И вот я горжусь тем, что я получил доступ к этой системе в качестве наблюдателя, я могу видеть, какие камни продаются там. Я вижу, кто их продает, по какой цене. То есть при необходимости можно найти камни непосредственно в этой системе Рапнет, что резко, естественно, снижает цену, потому что камни не проходят через несколько посредников. Это очень интересно. Раньше старались сделать это через брокера в бирже. Брокер в бирже сообщает, вот есть эти камни, эти камни по такой-то цене. Да, по очень хорошей цене, но он тебе сообщает про 2 или 5 или 15 камней. А в Рапнете сейчас полтора миллиона камней. Там можно найти все. Это гораздо удобнее. И для покупателей, и для продавцов, ну и для потенциальных продавцов, покупателей, кто хочет купить в рознице. И для покупателей, и для продавцов, ну и для продавцов, ну и для продавцов.